Рядом с Кремлем и могилой неизвестного солдата, оказывается, есть фашистский знак. Буз показал нам. Фашина. Топор, обвязанный пучком прутьев. Мотив русского вампира и символ партии Муссолини. Ну вот, Москва фашистская. Символ былого величия нашей расы. Сейчас все здесь изгажено, а на Манежной площади тусуются рэперы. Это большая ошибка. Война с немцами. Я думаю, надо было пропустить Гитлера до Камчатки и решить его руками еврейский вопрос. Уличные драки и погромы это для малолетней шпаны. Скинхэт, умудренный опытом, приходит к пониманию. Сила в партии. Пару лет назад Буз узнал, есть такая партия. Называется Народная национальная. Вождь с идеальным именем Александр Иванов. Буз теперь его правая рука. Партийная газета «Я русский». Партийное приветствие «Вскинутая правая рука». В Германии говорят, сейчас за такое три года тюрьмы дают. Старые символы, новые слова. Слава России! Слава России! Слава России! Это будет государство, я могу сказать. Это новое. Сначала, по всей видимости, это будет конфедерация между Германией, Данией и Россией. Русью мы переименуем в Русь. А в будущем это перерастет в единое что-то. Националисту в Москве нелегко. Лужков запретил фашистскую символику. Государство норовит посадить в тюрьму. Буз сидел. Вождь Иванов в пять лет находился под следствием, с которых полгода провел в СИЗО. Дело Иванова закрыли в этот четверг. Дали три года условно за возбуждение национальной вражды и тут же амнистировали. Мы хотим прийти к власти без крови. Мы не хотим крови. Но чем больше нас преследует, тем злее становятся наши сердца. Факельное шествие под Москвой. Февраль 2002 год. Обряд посвящения вреды национальной народной партии. Мясо в каске советского солдата символизирует русскую плоть. Вино в каске фашиста – немецкий дух. Союз заключен. Скинхед стал партийцем. Я принимаю крест. Я принимаю крест. Народной национальной партии.